РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Добрый день, дорогие слушатели! Приветствуем наших болельщиков, всех тех, кто проникся к нашей программе, к нашим героям симпатии, кто заинтересовался судьбой игроков национальной сборной по футболу разных лет. Просто у нас есть замечательная возможность узнавать про наших парней абсолютно не афишируемые ранее факты, какие-то исключительно семейные, нераспиаренные истории. Как всегда, главным рассказчиком у нас выступает мама футболиста, потому что мама знает все. Так и называется наш проект, созданный по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В студии ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Ну и самое главное, мы приветствуем нашу замечательную гостью. Маму известного российского футболиста Романа Шишкина, Ирину Николаевну Шишкину. Здравствуйте! Добрый день! Добрый! Ирина Николаевна, вы сейчас живете в Москве? Нет, в Воронеже. В Воронеже? То есть вы по-прежнему верны своей родине, своей малой родине? И часто в поезде живу. То есть передвигаясь между Воронежем и Москвой, понятно. Ну то есть малая родина вас так и не отпускает, либо вы ее никак не можете оставить? Да, пока в Воронеже. Воронеж, думаю, гордится своим земляком, потому что Роман Шишкин – один из тех знаменитых футболистов страны, который действительно прославил родной край. Напомню, что Роман вместе с московским «Спартаком» дважды становился серебряным призером чемпионата России, со столичным локомотивом брал бронзу чемпионата страны и являлся обладателем Кубка России. Что касается личных достижений, то Шишкин трижды входил в почетный список 33 лучших футболистов страны, а еще в 2006 году он стал лучшим молодым футболистом России. За национальную сборную сыграло 13 или 16 матчей, тут данные разнятся, и пусть лишь три из них были официальные, зато Россия не пропустила в них ни одного мяча. А это лучшая характеристика для игрока обороны. Итак, защитник Роман Шишкин и его мама. Ирина Николаевна, вы сейчас за какую команду болеете? За «Спартак», потому что Рома с детства за «Спартак» болела. Даже не мечтал, скажем так, туда попасть, но такое чудо случилось. Скажите, пожалуйста, независимых пристрастий, еще каких-то дополнительных не появилось за такое долгое время погружения в футбол? Ну, мне очень понравился в Краснодаре, очень понравился стадион сам. Что сделано для футболистов, мы как-то проезжали такие коттеджные домики, а Рома говорит, мама, представляешь, это живут маленькие молодые футболисты, которые учатся в школе. То есть такого, по-моему, в России нигде нет еще. Ну, у вас же у самой есть любительский опыт. Я знаю, вы стояли на воротах, когда маленький Рома еще в бороле футбол играл. Да, было такое было. У нас рядом с домом было большое футбольное поле, и мы вечерами ходили с мячом. Ну, во-первых, Рома пропадал там вообще как бы все свое свободное время. Там играли взрослые мужчины, и потом стали они привлекать Рому, и ребята помоложе. А он там 24 на 7, да? Да, когда вечерами, то у нас была собака, мы брали собаку, то я на воротах постою, Рома мне побьет, то Рома постоит, я ему побью. Это вы сами увлекались или голкипера не хватало? Нет, ему просто не хватало напарника. О, а с кем бы погонять? Ничего, были успехи. А вовлекает? Щечкой могу дать мяч. Рома говорит, ты неправильно бьешь, надо щечкой, а не носочком. Вы понимаете, как человека захватывает футбол, как захватывает игра? Ну, конечно. Однажды была игра с Липецком, и мне тогда, как где-то мы раздобыли камеру, и начали снимать. И когда я пришла домой и стала просматривать это видео, чей-то такой грубый голос и провалый какой-то, когда я начинала болеть и кричать, то я бросала эту камеру, начинала кричать, и уже ничего не соображала. То есть толку от вас, как от оператора, точно толку от меня не было. Зато как от болельщиков, от настоящих, точно. Футбол вообще, вот по вашему мнению, это праздник или тяжелая работа, о всех сложностях которой обыватели зачастую даже не догадываются? Как сказать, я всегда так ему говорила, у меня была работа нелегкая, папа тоже, и я говорю, Рома, ну в идеале, как вот сделать человека счастливым? Так, чтобы работа была любимой у него. Поэтому тебе нравится футбол, сделай так, чтобы это была твоя работа. Ты объездишь мир, увидишь много людей, знакомых, и представляешь, ты любишь это дело. Это в идеале просто счастливый человек, который так живет. Это вы ему с детства так говорили? Ну да. Когда вы слышите обвинения в адрес футболистов, вот, мол, чего они такого делают, ничего особенного, деньги бешеные зарабатывают. Что вы думаете, и что можете ответить на это? Ну, они не сами же себе, во-первых, платят эти деньги, а во-вторых, это действительно профессиональный спорт, он же не прибавляет здоровья, а убавляет. Вот у Ромы уже две операции прошли. Вторая операция, очень долго не могли обнаружить причину и понять, что это. У него были сильные боли, он много пропустил тогда. Я считаю, что заслуженно. То есть это все-таки работа, работа, работа. Ну да, потом это же, он не банкиром сидит, он сейчас отыграл, и все, и неизвестно, сможет ли он найти себя дальше на каком-то поприще и получать там хоть какие-то деньги, допустим. Поэтому, конечно, я считаю, заслуженно. Ну, начинался путь знаменитого футболиста Романа Шишкина ни в гламуре, ни в блеске. Судя по всему, детство в Воронеже было весьма скромным, да? Где вы работали? Я работала продавцом. А папа Ромы? Папа работал водителем. Модная спортивная форма, бутсы, кроссовки. Вы все это могли позволить дать своему сыну? Нет, у нас даже не было формы. Единственное, в первом классе Рома пошел во дворец, как раньше называл, дворец пионеров, потом в дворец детей и юношества, и там ему дали первую форму. А потом наступили такие кризисные времена, не очень, в общем, у нас не было даже формы, мы покупали даже за свои деньги. И бутсы, и все это. Но вообще, я так понимаю, когда мы этот период разбираем, это же 90-е, да? Ну да. Да, 92-й, 93-й где-то так. То есть именно в это увлекательное время как раз, да, Рома начал гонять мяч. Кстати, о мячах. Настоящие футбольные мячи тоже же были роскоши, по сути. Роскоши. Если бы вы видели эти мячи, они шиты и перешиты, штопанные все мячи. Такие смешные были. А штопал кто? Тренер. Бутсы штопал. За кост. Мастер кожаных дел. А поля, скорее всего, асфальтовые какие-нибудь. Даже песочные были. На травяном поле это было дорого очень, аренда для мальчишек. Арендовали песочные поля, и они вот... Пляжный футбол такой. Ну, типа такого. Утром они шли на тренировку, приходили в школу все в песке. То есть коленки всегда были нормальные, разодранные? Было дело, да. А кто Рому отвел в секцию? Ну, папа, конечно, привил ему любовь к футболу. Папа сам несостоявшийся футболист и очень увлекался. Я помню, они с Ромой всегда рисовали таблицы футбольные, где какая команда как сыграла. У них была тетрадочка такая специальная. Конечно, папа приобщил Рому к футболу. И вот он как раз его в дворец пионеров тот самый и отвел. Во дворец пионеров он пошел с другом, Рома. А потом уже, когда пошел в первый класс, стал ходить туда после школы и заниматься футболом у своего первого тренера. Есть воспоминания Романа. Спустя многие годы один из первых его тренеров, Владимир Михайлович Дворецкий, подарил Роме форму еще со времен того самого дворца пионеров. Вот насколько же трогательно тренер относится к своему воспитаннику. И, кстати, у нас есть возможность прямо сейчас поговорить с Владимиром Михайловичем Дворецким. Он, конечно же, откликнулся и согласился принять участие в нашей программе и поговорить про Рому Шишкина. Владимир Михайлович, помните день, когда впервые познакомились с Романом? Как это было? Рома начал заниматься в 1994 году секцией футбола. Ему было тогда 6 или около 7 лет. Ну и мы начали работать. Набрали в группу 20 человек первоклассников. Конечно, у нас условия были, сами знаете, время было тяжелое. Зала не было, была площадка. Ну мы, конечно, опилкой эту площадку сделали. Ну заниматься можно было. Иногда зимой в фойе занимались. Ну разрешали, там лампочки разбивали. Тяжело было, конечно, все это все. Трудно было работать. Ну и 20 человек у нас в группе были. И получилось так, что потихонечку, 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 значит, из группы выбыли. Честно говоря, почти все остался Рома. Ну мы как-то дополняли, дополняли. Кто-то уходил. Но никто не выдерживал, видать, эти условия, в которых мы занимались. Рома остался практически. Ну там еще ребята были в этой группе. Но я думаю, по-моему, Рома надо переводить в другую группу. Значит, день наступил. Он, правда, не знал. Говорит, Ром, расписание меняется. Ты, в общем, приходишь по этому расписанию. И, значит, он приходит. Там ребята такие. На два года старшие ребята, понимаете? Рост уже должен. Он так с удивлением смотрит на них. Когда он начал заниматься второй год. Здесь, конечно, он прогрессировал хорошо очень. У нас и теория там была. А, Владимир Михайлович, а вот скажите, пожалуйста, в одном из интервью вы сказали, что Роман на тренировках был будто немой. За что он получил такое прозвище? О-о-о, я скажу вам. На тренировке он постоянно вникал во все. Он вообще не баловался. Он такой был очень дисциплинированный мальчик. Он был как взрослый, понимаете? Не мальчик, а просто взрослый. На теории, тактику мы проходим. Вообще молчал. Он только впитывал, слушал. Ну, а потом уже, он два года у меня тренировался, приходит папа и говорит, давай, Владимир Михайлович, на нем его факел пора. Я говорю, да, конечно. Ну, и факел, когда он ушел, там тоже ему сразу доверили капитанскую повязку. И он там уже был лучшим. Владимир Михайлович, несколько лет назад вы передали Роману его первую футбольную форму. Это вы так долго ее хранили? Он же приезжал к нам к кадетам, очень принес много подарков, мячей, форму. Там соревнования я провел, там занималось где-то около 200 человек кадетов. Мы разделились по группам, поиграли, и на финал Рома приехал с подарками. И здесь я, а я же это хранил форму, хранил 20 лет. И здесь я ему эту форму выношу, удивился он. А что-то еще есть? Было у нас соревнования, вспоминаю. Ну, и там эстафеты проходили у нас, там борцы, там, ну, все там секции наши. Мы там первое место занимаем, и нам дают приз за первое место. Каратистам дают за первое место мяч, а нам, футболистам, ракетки дают. Он так посмотрел, удивлен. Что с футболистом? Дают ракетки, а каратистам мяч. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, вот когда Рому вы отдавали факел? Вот у вас было какой-нибудь, ну, я не знаю, если не сожаление, ну, просто жалко был мальчишек, но он же ваш, вы же его воспитали. Не, ну, конечно, он у меня был первый, он был у меня всегда первый парень, я очень его обожал, любил. Трудно, конечно, было отдавать, но я знаю, что у нас больше прогресса не будет, понимаете? Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, наверное, уже последний вопрос. Какую роль, по вашему мнению, мама Ирины Николаевны сыграла в том, чтобы вот этот мальчишка вырос таким, каким он вырос? Я думаю, что воспитательную такую хорошую, просто мальчик был хорошо воспитан. И самое главное, что он уже от дворца далеко жил, и он всегда, вот он придет на тренировку, а ему действительно еще маловато. Я говорю, Ром, постоянно переходи дорогу, будь осторожен. Всегда, каждый день напоминал ему. Мама сыграла большую роль очень в воспитании ребенка. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Кстати, ваша форма у Ромы в рамочке, как картина, под стеклышком, висит на стеночке, да. Спасибо огромное, дорогие друзья. Нас в эфире был Владимир Михайлович Дворецкий, замечательный детский тренер, который, в общем-то, воспитал и дал путевку в жизнь, как это говорится, Роману Шишкину. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Всего доброго. Спасибо вам тоже. Здорово и всего доброго вам. До свидания. До свидания. Мама знает все. Ирина Николаевна, кого вот еще из первых наставников вы сейчас бы могли с благодарностью вспомнить? Ну, к сожалению, первого тренера уже нет в живых, Сергей Николаевич Бегин. А из воронежских это, конечно, Кристиненко Сергей, которому Рома стал ходить на вторые тренировки, как бы на дополнительные, после основных факелей, и который учил его играть, как он говорит, головой уже, не ногами, а головой. Вот прежде чем ударить мяч, подними голову, посмотри, куда ты бьешь. Он его увидел случайно. Он не был нашим тренером, он увидел его случайно на соревнованиях, на стадионе «Чайка», вот, ну, обратил на него внимание, как бы подошел, поговорил и предложил свои вот так вот, как бы услуги, и Рома стал к нему ходить. И в итоге он... На индивидуальные тренировки он к нему ходил? Индивидуальные тренировки, дополнительные. Потом получилось так, что он же его и повез в Москву, и определил «Спартак». Но в любом случае, вот, при всей такой насыщенности футбольных уже событий, вы предполагали, что это действительно станет главным делом жизни для вашего сына? Уверенности не было, конечно. Потому что непростое действительно было время, как сказал Владимир Михайлович, конечно. Уверенности тогда не было вообще ни в чем. Ни в чем, да. Поэтому как-то тяжеловато было. Но Рома, когда был маленький, он как-то сказал, говорит, я уеду в Москву и буду играть в «Спартаке». А вы все-таки вот помимо «Спартака», помимо там футбольного будущего, может быть, кем-то его себе представляли, о чем-то мечтали? Вот мой сын будет, например? Конечно, я мечтала, чтобы он стал футболистом тоже. Я помню, как ему наши знакомые первый раз привезли из Москвы пенал «Спартак», рюкзачок «Спартак». Это его счастью не было предела просто. Там вся школа ему завидовала. И я еще подумала, вдруг это знак какой-то. Может быть, он окажется когда-нибудь в «Спартаке». И это реально оказалось знаком? Да, это да. И слова его пророческие оказались, что он будет в «Спартаке». Это программа «Мама знает все». Здесь мы говорим о том, как мальчишки становятся футболистами. Мы ненадолго прервемся. Как воспитать чемпиона? Мама знает все и расскажет на Авторадио. В 15 лет он был в школе «Спартака». В 17 дебютировал в основном в составе красно-белых, а еще через два года в Лиге чемпионов. В 19 играл с самой Баварией. Дальше больше. В 20 лет провел первый матч за национальную сборную России. Роман Шишкин. Сегодня говорим о нем. Проект подготовлен Российским футбольным союзом при поддержке «Газпромбанка». В студии у нас мама Романа Ирина Николаевна Шишкина. Вновь погружаемся в прошлое. Самые главные испытания начались, когда Рома отправился на просмотр в московский «Спартак». Ну, давайте мы еще раз подведем. Кто вас все-таки надоумил на этот шаг? Сергей Васильевич Кристиненко. Кристиненко. Да, вот тот самый человек, который просто стал вести, по сути. Мы как бы сначала он повез, Рома не взяли. Но очень мало было времени, чтобы не просто посмотреть на человека, там какие-то пробы. Это же надо показать мастерство свое, на что он способен. И в итоге он упросил тренера, чтобы их на неделю оставили на базе. Они пожили, и тогда он уже остался в «Спартаке». Вот второй заход и встреча с Романцевым. Как это было? Сергей Васильевич играл в свое время с Романцевым. И когда вот как бы им отказали, они остановились там в отеле, и позвонил он Олегу Романцеву. Сергей Васильевич с ним встретился, поговорил, что есть хороший мальчик, нужно обратить внимание, а вот никто не обращает. Тогда Романцев говорит, садитесь ко мне в джип. И повез их на базу. Привез и сказал там, короче, тренеру, чтобы он обратил внимание на этого мальчика. В итоге Рома Шишкин уезжает из Воронежа в Москву. Один. Один, да. Полгода он был один, до мая месяца. А потом папа к нему приехал, папа устроился водителем. А первое время, конечно, Роме было очень тяжеловато. Очень тяжеловато тоже. Клакали? Да, бывало. Хоть его и часто дома не было, но вот он был какой-то домашний. Да, и он же уехал больной, с температурой поехал, конечно, за все, за это переживание. А тогда не было сотовых телефонов, ничего этого не было. У нас даже в доме не было телефонов. И спасибо, сосед приносил мне трубку и говорит, Ира, разговаривай сколько хочешь. И Рома три раза потом уже через некоторое время, через несколько лет уже мне сказал, что он три раза собирал чемоданы домой. Так ему было плохо. Но вам не говорил, то есть сам для себя. Не говорил. Соберет? Да. Разберет. Соберет. Да. И потом в мае месяце была первая его заграничная поездка в Португалию. Там вот он уже почувствовал, потом он приехал из Австрии, рассказывал, какие там детские школы, какие поля. Он так восторгался, конечно, этим всем, что вот тут уже у него как бы появился интерес и какой-то пошло движение дальше у него уже. Говорят, что вы ему с собой привезли три рюкзака учебников, и ребята над ним смеялись. Было такое дело. Рома учился очень хорошо, и спасибо тоже всем учителям. У них только по русскому языку было три или четыре тетради для правильных слов, что-то, в общем, для правил там очень хорошо учился. По-моему, даже и тройку у него не было. Ну и когда пришли, ребята над ним засмеялись. Они сказали, Ломоносов приехал покорять Москву. А у них была одна тетрадка по всем предметам. И сначала учительница, классная руководительница, как бы так осторожно к Роме отнеслась тоже. Ну и даже было такое, что понаехали с периферии, такие слова сказаны, что не каждый будет футболистом, а учиться вы не хотите. Но по прошествии времени увидела, что как бы Роме на усердие такое. Понравился он ей, она даже подходила и говорила, Рома, я знаю, что ты знаешь больше, я просто не могу тебе поставить больше оценку. Оценил его. Да, Ломоносов. Ломоносов, не Ломоносов, но у первой учительницы, кажется, остались, а о Роме самые приятные воспоминания. Лариса Львовна Тузинская, преподаватель начальных классов, у нас в эфире. Лариса Львовна, добрый день. Добрый весь день. Лариса Львовна, вспомните, каким учеником был Роман Шишкин. Ромочка пришел ко мне в первый класс очень серьезным мальчиком, не по возрасту серьезным. Он был настолько по натуре доброжелательный ребенок и всегда боролся только за правду в классе. Он очень был упорным ребенком. Если что-то ему не давалось или где-то какое-то задание по русскому или какое-то задание по математике, он в прямом смысле слова меня доканывал. Он требовал столько отдачи, что пока до него не отойдет. Мальчик дружелюбный очень был, активный ребенок, очень любил выступать, но в то же время был очень подвижным. И вот эта вот подвижность, видно, и сыграла дальнейшую его судьбу. Ну, конечно, благодаря родителям, потому что Ирина Николаевна очень много занималась с Романом. Спасибо вам огромное. Здоровья, удачи, всего самого хорошего. Спасибо вам. Удачи, Романа. Я думаю, мы встретимся как-нибудь. И самое главное, Ирине Николаевне, чтобы внучки были очень похожи на их семью. Спасибо большое, Лаза. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Мама знает все. Эта чудесная женщина была первая учительница Романа Шишкина. Нам повезло с такими людьми, правда. Ирина Николаевна, давайте вернемся к тому моменту, когда Рома переехал в Москву, где он жил, какие вообще были условия тогда? Сначала это была гостиница. Такая обычная гостиница, похожая на общежитие. До того, как его уже взяли играть за дубль Спартака. Потом он уже жил на спортивной базе, в лучших, конечно, условиях. Рядом было поле, и школа было, все было рядом. А с командой он быстро сошелся? Да, быстро сошелся. Он тоже был капитаном там даже командой за дубль, когда играл, да. О том, насколько легко с Романом контактировать, мы поговорим с его еще воронежским другом Даниилом Федяниным. Здравствуйте. Даниил, здравствуй. Даниил, расскажите, как давно и с чего началась ваша дружба с Романом? Наша дружба зародилась еще со школьной доски, можно сказать. Мы в Воронеже учились в спецклассе футбольном. И вы сразу нашли общий язык? Да, ну как-то, ну у нас очень дружно, наверное, изначально команда была в футболе Воронежской. А как вообще, помимо футбола в детстве, свободное время проводили? Чем занимались? Если было свободное время? Если честно, его было крайне мало, поэтому тренировки исключительно, ну учеба иногда. Иногда учеба, хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, Даниил, а есть в вашей копилке детских воспоминаний какие-то истории, над которыми до сих пор смеетесь и которые обязательно вспоминаете, когда встречаетесь, например? Мы вот недавно тоже с Романом созванивались, тоже вспоминали, хохотали, как он пробивал штрафные постоянно у нас в команде. Никого почему-то не подпускали пробивать штрафные. У него они, ну, лучше, наверное, всего получались, ну, из команды. Не знаю, есть какой-то у него такой секретик, до сих пор бьет штрафные. Кстати, недавно забил гол за Ногинское знамя со штрафного удара. Всем мы его поздравляем. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо. Все, Арена Николаевич, жду вас в Воронеже. Я думаю, мы скоро увидимся. Все, до встречи. Целую. Пока. Наш эфир – это пересечение, да, такое, в том числе. То есть Кипр, Москва, Воронеж – очень здорово. Продолжаем изучать биографию. Роман Шишкин начинает играть за дубль «Спартака». Ирина Николаевна, вы на все матчи ездили? Нет, не на все. А вы знаете, что вообще про вас одноклубники Ромы вспоминают, что вы одна из тех мам, которая постоянно поддерживала сына на играх, где бы они ни проходили. Да, правда, очень интересно. Говорят, у них какое-то есть фирменное выражение. Мама – это на выездах, да, как-то вот это такое есть выражение, наверняка вы в курсе. Часто я бывала, не на всех, конечно, но очень часто. К сожалению, у меня мама там некоторое время болела, поэтому я не могла вообще никуда выезжать. А сейчас, вот на последней игре, где Рому гол забил, я была и очень болела. Роман Шишкин входит в основной состав «Спартака». Помните тот день, когда ваш сын сыграл первый официальный взрослый матч за красно-белых? Нет, к сожалению, этот матч я помню смутно, но помню, что первый матч, который на выезде где-то за границу он играл. Он говорит, я вышел и просто потерялся, потому что там нет вот этого между полем и зрителями промежутка. Люди сидят практически впритык, то есть ты стоишь, если у бровки, то уже сзади зрители. Такой английский вариант. Да, и когда, говорят, они начинают кричать в своей кричалке и громко, они же там умеют болеть люди. Он говорит, я просто не знал, куда мне бежать, говорит, я вышел и так потерялся, но потом, говорит, быстро. А получилось так, что кто-то травмировался, а Рома сидел в запасе, он даже не ожидал, что его выпустят. Но вот так его выпустили, и вот такие были у него впечатления. Но, кстати, Санта, Рому говорит, что тот первый матч он запомнил на всю жизнь. Но, кстати, «Спартак» опять-таки выиграл, когда он играл первый раз за красно-белых, так что дебют удался. А вы могли понять, по его поведению на поле волнуется он или нет, или спокоен? Нет, можно было, конечно, понять. Но в основном, как говорится, что как-то комментатор один раз про него сказал, говорит, убийца с лицом ребенка. То есть Рома забил какой-то гол, а у него действительно было детское выражение лица до недавнего времени. Сейчас появились седые виски, как бы он возмужал. И он забил победный какой-то гол, и комментатор комментирует, говорит, убийца с лицом ребенка. Вам впечаталось это фраза? Как назвал его, да. А так считать его волнение, его мандраж какой-то вы даже как мамы не можете? Нет, на поле нет. Во-первых, как правило, в таких командах они же ночуют за день до игры, ночуют на базе. Мы не общаемся. В это время Роме было не звонить. А когда уже после игры, особенно после проигрыша, тогда волнение было, конечно. Он отворачивался к стенке и лежал. Ему сутками лежать. Тогда лучше не подходить и не спрашивать ничего у него. А вообще, может, у Романа есть какие-то традиции перед важным матчем, перед важными играми что-то делает? У него есть такая традиция перед штрафным. Кстати, это его научил покойный тренер первый. Допустим, ставит мяч, он подходит к мячу, и он ему всегда говорит, Рома, подтяни гетры, переведи дух. Он становился, опускался, подтягивал гетры, отходил уже спокойнее, как бы, и бил поворотом. И всегда забыдал это? Ну, практически всегда. По итогам 2006 года Романа Шишкина признают лучшим молодым игроком. Он единогласно признан открытием сезона в Премьер-лиге. Как скажет сам игрок спустя годы, тогда у него снесло крышу. Все эти обстоятельства, слава, деньги стали портить сына? Ну, вы знаете, это было кратковременно как-то. Были такие моменты. Выражалось это в том, что, может быть, купил какую-то крутую машину, какие-то вещи покупал, которые надо и не надо, но много тратил на какие-то, на отпуск, на развлечения, на какие-то. Ну, потом как-то быстро... То есть в этом была такая эйфория от успеха? Да, да. Ни в коем случае там не в спиртном или в чем-то там, в каких-то развлечениях таких, но было немножко. Вы с ним пытались разговаривать на эту сложную тему или вместе с ним испытывали вот это звездное головокружение? Ой, нет, я вообще по жизни его не испытываю и даже не люблю испытывать. Я как-то это... Миновало. Мне чем проще, тем лучше, да. Пыталась мне... У нас были очень неважные жилищные условия. Даже в Воронеже, когда мы жили, у нас был старенький дом, который пытались сносить и не сносили. Мы очень долго ждали этого сноса. Так что, когда его снесли, Рома даже не пожил в этом доме, в этой новой квартире. Мне хотелось, чтобы он жилье какое-то купил, чтобы он как-то обосновался. Ну, серьезные покупки такие. У него немножко такое было. К счастью, это быстро прошло. Но опять же приведу слова самого Романа. Сейчас при конкуренции ты думаешь, что надо прибавлять. А тогда в голове сидела. Да, уже по барабану. У меня есть крутая машина. Вообще, я лучший футболист. Но самое ценное, наверное, то, что он смог все это признать. Да, это я согласна. До некоторых его возраста игроков это сгубило, можно так сказать. А кто или что его тогда по-настоящему встряхнуло? Аренда в крылья советов? Может быть, да. Давайте поясним, что главным тренером Спартака стал Валерий Карпин. И отношения у них с Романом, по-моему, не очень. Да, за что сейчас, кстати, с Ромой я недавно разговаривала. Он говорит, я ему очень благодарен. Это должно было случиться. Должен быть. Вот понимаете, все идет-идет. Как бы по накатанному все хорошо. И тут прям бац себе. А это надо было такому случиться, чтобы поставить мозги на место. Да, немножко он его там ущемлял. Не знаю такого футболиста, как Роман. И тогда, как вся команда тренировалась. Это Карпина, да? Да. И тогда, когда вся команда тренировалась на поле, он его до тренировок не допускал. И Рома тупо бегал вокруг поля просто. Ну, то есть сам что мог, то делал. Не бывает худо без добра. То есть в итоге вот это все их условное противостояние, вернее, то, что Карпин не замечал Шишкиным, вылилось то, что Рома все-таки уехал в Самару. Уехал. В аренду, да. А как получилось то, что, ну, довольно-таки уже обеспеченный к тому моменту Рома в Самаре, по его словам, еле-еле находил деньги на погашение кредита? Был такое время, что не платили зарплату. Даже думали, что как бы крылья вообще не вылетели с лиги. Ну, в итоге он там даже через суд восстанавливал справедливость и добивался зарплаты. Да, да, да. Ну, по-моему, в итоге все выплатили ему. Но и по возвращению из аренды в крылья Карпин не заиграл Шишкина в «Спартаке», предложив ему очередную аренду. Шишкин уходить в аренду не стал и правильно сделал. Вскоре его пригласили в «Локомотив». Подробнее об этом чуть позже. Сейчас ненадолго прервемся. Мама знает все на Авторадио. Футболист, сумевший стремительно пройти путь от дубля «Спартака» до вызова в национальную сборную, в которой дебютировал в 20 лет. Роман Шишкин – герой нашей сегодняшней программы. Проект, подготовленный Российским футбольным союзом при поддержке «Газпромбанка». В студии ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Стартовав удачно в «Спартаке», получив много лестных отзывов буквально на старте, ваш сын получает приглашение тренироваться в сборную России. Гус Хиддинг, который тогда был главным тренером, сам звонил Роману? По-моему, да. А как вам сын сообщил об этом замечательном событии? Когда он и сообщил, я не поверила своим ушам, конечно. Все поздравляли, все звонили. Я даже не осознавала всего этого. Мне сейчас, кажется, я бы больше восприняла бы, чем вот тогда как-то. То есть какой-то шок даже определенный. Не верилась, не верилась. Ну, конечно, да. Что до такого. Еще иностранный тренер. Ну, Рома иностранцы тренера любили. Вот Невил Скалл в «Спартаке» тоже его ставил все время. Как его Хиддинг звал? Шиша? Да, да. Потому что ребята его так все звали. Весной 2007 года Роман Шишкин дебютировал в составе главной национальной команды в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года. Но вот в бронзовую историю того чемпионата он все-таки не попал. Просидел на скамейке, да? Или как? Или не вошел в окончательный состав? По-моему, он на скамейке просидел, если я не ошибаюсь. Значит, более кого-то тренер увидел, более подготовил. Не сложилось и в следующем чемпионате Европы в 2012 году. Роман был включен в предварительный состав сборной, но вместо этого попал в больницу. Попал в больницу, да, с пищевым отравлением. Это, как сейчас помню, вообще просто страшно. Это для него было таким шоком. Он говорит, я не пойму вообще, что со мной происходит, в чем дело. Ну и так вот его заменили, конечно. Сильно переживали, да? Сильно очень. Он сам сильно переживал. И смотреть на это было, конечно, страшно на все. Вызывался он и перед Европой 2016 года, но на поле не выходил. Вот в итоге какой эпизод в сборной, именно в сборной, для вас и для него стал самым заметным? Любой вызов в сборную, что для меня, что для Романа, было волнительно и почетно. Тем более, что тренеры были иностранцы. Что его заметили, что его вызывали. Это всегда было радостно. Оценивали его мастерство? Да. Зато в клубной истории у него после непростых последних лет в «Спартаке» вроде бы все срослось в локомотиве. Давайте напомним, что по истечению годовой командировки в крылья советов, Шишкин так и не получил места в основе красно-белых. Валерий Карпин вновь говорил, что есть более сильные игроки в составе, и вновь отправлял его в аренду. Потом Романа вовсе, так сказать, сослали, как вы уже говорили, тренироваться самостоятельно. Даже за дубль не давали играть, да? Да. А еще его заставили худеть. Это вот разве ваш сын был настолько не в кондиции? Нет, не настолько. Ну, у каждого тренера свое видение, наверное, каким должен быть футболист. Ну, вот Карпину казалось, наверное, что у него перевес, как лишний вес. Заставлял его худеть. Было такое, что Рома ел одни ананасы. Ананасы? А почему? Это откуда такая диета? Да, такая диета вроде бы, что от них худеют. Сейчас, наверное, ананасы смотреть не можно. Точно. Не покупать никогда. Наверное, переел. Решение о приглашении Шишкина в «Локомотив» принимал Юрий Павлович Семин. Да, без него нет. Невозможно было. С 2010 года ваш сын стал железнодорожником. Вы полюбили этот клуб, Ирина Николаевна? Я полюбила. Мне очень нравился и сам стадион, и атмосфера всегда. Я очень много ходила на игры «Локомотива», да. В «Локомотиве» Роман Шишкин, опять-таки, не раз надевал капитанскую повязку. Значит, команда ему по-настоящему доверяла. Да, доверяла. И тренеры доверяли. И он играл, и все время его ставили. Как бы в запасе не сидел. Вообще об отношениях Ромы с «Локомотивом», с другими футболистами, о дружбе вне игры. Поговорим еще с одним бывшим игроком и «Спартака», и «Локомотива». У нас в программе прославленный футболист, заслуженный мастер спорта России Роман Павлюченко. Здравствуйте. Ром, ну вот у нас сегодня программа посвящена, соответственно, другому Роману, Роману Шишкину, и, соответственно, поэтому Ирина Николаевна здесь в студии. Шишкин не раз удивлял своими дальними ударами. Вот вы можете вспомнить какой-нибудь такой особенно крутой гол, забитый Шишкиным? Помню его мячи, это что он очень хорошо исполняет штрафные удары. Он, так сказать, русский бэхом, понимаете. Помню, за «Спартак» он забивал штрафные. И вот, кстати, неделю назад, даже чуть меньше, он забил за футбольный клуб «Знамя» тоже со штрафного. Вот, Ромка Шишкин, наверное, лучше всех это в команде делает. И когда штрафной удар, то к мячу, кроме Шишкина, никто не подходит, потому что мы знаем, что он никому не отдадет этот мяч, он сам будет бить. Сколько лет вы же вообще, в принципе, дружите? Мы с Ромкой познакомились в 2003 году, вот когда я перешел в «Московский Спартак». И вот с 2003 года, вот в сегодняшний день мы их очень дружим, общаемся хорошо. Всегда вместе, вместе играли и сейчас продолжаем играть. Момент, когда вы вместе... Когда вы сошлись вместе в «Спартаке», вот насколько это было сложно приглядеться друг к другу? Или, в принципе, сразу как-то сложился контакт? Ну, здесь чуть-чуть ситуация была. Я постарше, чем Ромка. Я приехал уже, я сразу начал играть в составе. А Ромка, он играл за второй состав. Ромка, в принципе, выделялся всегда из молодежи. И он как-то сразу... Его привлекли к основному составу, он начал тренироваться, потом начал играть. У Ромки в этом плане было все в порядке. Я его знаю как профессионала, который всегда относился к футболу профессионально. И всегда любил футбол. Поэтому и играл на хорошем уровне всегда. И в сборной был. Ну, вот вы много времени проводите на поле. А вне футбола есть какие-то у вас совместные увлечения? Или вот когда встречаются два футболиста, о чем они вообще говорят? Что они делают, помимо футбола? Ну, мы когда собираемся куда-нибудь пойти, или в ресторан, или в кино, мы договариваемся о футболе не говорить. Но почему-то, когда садимся в ресторане, начинаем о футболе говорить. Футбол – наша жизнь, да. Но мы очень много времени проводим и вне футбола. Мы также встречаемся, и наши дети тоже дружат. Стараемся как-то... Я говорю, мы очень долго дружим и вне футбола, и на футбольном поле. Поэтому у нас с Ромкой очень хорошие отношения всегда были и остаются. Рома, а вот говорят, что, ну, по крайней мере, на начальных этапах, да, может быть, в формировании как футболиста, Рома Шишкин на поле – это был такой молчунный. Это был такой больше человек в себе. На самом деле, да, я соглашусь, Ромка, он всегда был спокойный. Я никогда не видел, чтобы он с кем-то спорил, кому-то там пихал в игре. Он всегда выполнял свою работу. Ну, у него такой характер. Есть футболисты, которые вот это бегают, кричат на всех. Ромка, он был спокойный всегда, всегда выполнял свою работу, установку тренера. Ну, вот сейчас он уже, он уже такой, как сказать, старичок футбола. Сейчас он молодым подсказывает ребятам, где-то и пихает. В принципе, это нормальная ситуация. А так, Ромка, он всегда был спокойный, да. То есть, что на поле, что в раздевалке? Ну, на поле иногда он молчал-молчал, но он мог вот так зарядить, я имею в виду, в подкате сыграть или встретить футболиста-соперника так, что кого-то мог за бровку унести. Жестко играл, я имею в виду, в плане такого. Ну, в раздевалке, да, то есть при разборе игры, возможно, даже при разговоре с тренером, человек, который не натыкался ни на конфликты, ни, скажем так, не... Не-не-не, Ромка, он никогда, я его в конфликтах нигде не встречал, не замечал, он никогда ни с кем не ругался, он всегда такой спокойный парень был. Поэтому у него всегда и много друзей, и никогда не видел его злым, никогда, честно. Он всегда добрый, улыбчивый, понимаете? Рома, знаете, как сейчас внимательно-внимательно вас, Ирина Николаевна, слушает, прямо анализирует, помечает. Ромочка, спасибо большое, какие слова замечательные ты нашел. Я только правду говорю, вы знаете. Да, спасибо. Поэтому он за счет своего характера, может, играл на хорошем уровне. А был бы другой, как многие тренеры говорят, надо быть злее, злее. Может быть, Ромка был злее, может быть, не играл. Спасибо, Роман. Роман Павлюченко был у нас в программе. До новых встреч, ждем и вас тоже. У нас в вашей нашей программе. С огромным удовольствием хотели бы с вами тоже пообщаться в рамках нашей программы. Всего доброго, счастливо. До свидания, до свидания. До свидания. Мама знает все. Ирина Николаевна, Роман Шишкин, ваш сын. Только романов. Много романов, да, на одну единицу времени. Так вот, Роман Шишкин говорил, что после матча Локомотива они часто все время собирались командой, там, и обсудить игру, или просто за жизнь поговорить. И даже появилось свое место ресторан Дима Сычева. Вспоминаете такие времена? Очень была дружная команда, да. Саша Самедов и все девчонки приходили всегда на футбол. И родителей много, и Торбинские. Как-то, да, очень дружили все. По поводу ресторанов и вообще увлечений помимо игры. В свое время ваш сын занялся коллекционированием вина. Это вот как случилось? Какое у вас любимое вино из его коллекции? Вы знаете, я ничего по этому поводу сказать не могу. Могу только рассказать смешную историю. Давайте. У него есть маленький холодильничек такой. Там стояло белое вино. Я решила туда поставить красное. Что-то, в общем, так он нам потом начал ругаться и рассказывает, что красное вино в холодильнике вообще не ставят. Зачем вы его туда поставите? Сказали, к моему холодильнику вообще не подходить. И мы как-то обходим его стороной, в общем. Ну, он сам к алкоголю ронодушен, но при этом любит коллекционировать, да? Ну, как-то получается так, что кто-то дарил, откуда-то привозил какую-то интересную бутылку. И так вот постепенно пришел к этому. В Краснодаре там чуть ли не специальный погреб, да, какой-то там под это основал? Нет, не в Краснодаре. Это здесь уже, да. Здесь уже, да? Погребок, да, да. Холодильники специальные. Большая коллекция? Да, приличная. Холодильники большие. Ну, так все-таки у вас какое любимое вино из коллекции сына? Из коллекции? Не знаю. Я люблю грузинское. Прекрасно. Следующий тост у нас будет за новые шаги в футбольной биографии Романа Шишкина, но это чуть позже. Сейчас небольшой перерыв. Мама знает все. На Авторадио. Мама знает все. Проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В нашей студии весь этот час мама известного футболиста Романа Шишкина, Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, с отцом Ромы вы достаточно давно развелись, поэтому со всеми трудностями приходилось справляться в основном самостоятельно. Получается так. Мы развелись, когда Рома уехал. Как раз это все происходило одновременно. Сын неоднократно говорил в разных интервью, что мама всегда играла огромную роль в его жизни. Это было тяжело или все-таки вот это, быть мамой Романа Шишкина, это главное предназначение и счастье? Это предназначение, конечно, и счастье. Я и горда, конечно, что у меня такой сын, но проблем с ним не было никогда. А правда ли, что Роман с детства считал лучшим клубом планеты Реала, и вы тоже хотели, чтобы сын играл за королевский клуб? Да, Реал Мадрид это было дело. Даже был любимый футболист у меня там, Роберто Карлос. Тоже бил штрафные просто вообще. Удары такие были. Сам был маленького роста. Но у него зато скорость тоже какая, он как пополит. Да, он мог убить человека своего, если бы у него попадал мяч. Ну, пусть не в королевскую, но в королевскую-то команду он точно попал. И у нас герой этого периода, один из первых наставников Романа Шишкина в «Спартаке», легендарный тренер Академии Красно-Белых, воспитавший огромное количество будущих футболистов, в том числе и очень известных, Анатолий Федосеевич Королев. Он у нас на связи. Добрый день. Анатолий Федосеевич, когда Сергей Родионов сказал вам приехать и посмотреть на юного Романа Шишкина, вот чем этот молодой человек, Рома Шишкин, привлек ваше внимание? Ну, прежде всего, даже в его возрасте было видно, что он понимает футбол, что он, можно сказать, рожден для футбола. Его техника, его индивидуальная тактика. Маленький уже мини-футболист. Слышите, вот эти футболистики же к вам попадали, ну, в том числе и в том самом возрасте, который называется переходный. Вы какую-то свою тактику и стратегию выработали, как с мальчишками работать вот именно в этом переходном периоде, когда начинают меняться, когда характер проявляется, когда, возможно, гонор какой-то там уже навстречу тренеру выскакивает? Все чисто индивидуально. И каждому качеству, каждому человеку нужно находить ключи. Должен быть свой, особенно у ребят, которые склонны играть в футбол. Ну, сложные люди. А к Роману Шишкину вы нашли свой ключ? Ну, такой покладистый, от природы, мировоспитанный был, скромнее был, но себя в обиду не давал. Как вы, как тренер, могли, в общем-то, наблюдать за всем, что происходит с вашими пацанами? Ну, а что, это самое простое, боже мой, надо время, желание, качество и тоже природный талант. Всего лишь нужно иметь... Да, хоть себя похвалю я. Это правильно. А то сейчас все забыли уже Королева и забыли, сколько Королева сделал. Я хоть сам себя похвалю. Мы, кстати, с удовольствием, да, вот мы даже, предваряя ваше появление в эфире, сказали, что... Ну, вы же целую когорту замечательных футболистов вырастили. Егор Титов тоже же в ваших рук делал, по сути, если я ничего не путаю. Егор Титов, Камбаровы, Тарасов, Жопанов. Был у нас спортивный директор один, он посчитал, говорит, Анатолий Штас, из-под вас вышло больше 60 человек, которые играли. Браво. Вот это да. Вот это показатель. Это действительно природный талант, плюс еще трудолюбие и какое-то невероятное умение подходить к тем мальчишкам и разглядывать в них, соответственно, и их талант, и их трудолюбие. Я-то ни при чем здесь. Просто я везунчик, а мне попадались много хороших футболистов. А вот вы сказали однажды в своем интервью, что считаете, что футболами умеют играть только пиле и стрельцов. Остальные учатся? Вот Рома Шишкин научился играть или все еще учатся? На том уровне, на котором он играл, он был одним из лучших. Ну, я считаю, все-таки ему немножко не повезло. В плане карьеры дальнейшей? Да, да. Он должен был все-таки повыше где-то быть. Вот здесь с везением ему не все сложилось. Удача, конечно, фарт должен быть. Все должно быть своевременно, чтобы вовремя заметили его, вовремя сделали то или иное предложение. Но это не всегда так получается. Может быть, у Ромы, наоборот, все слишком рано было? Нет, я так не считаю. Я даже считаю, что он в «Спартак» немножко поздно попал. Если пораньше бы, для него было бы лучше. Спасибо вам огромное. Заслуженный тренер России Анатолий Федосеевич Королев был у нас в программе. Спасибо маме Шишкиной. Ой, спасибо вам большое за теплые слова. Произвели такого футболиста. Спасибо большое. Роман Шишкин. «Спартаковский период». И у него шло все по нарастающей. Кстати, первый гол – это, я помню, у него такая наклеечка на носу была, чтобы нос лучше дышал. Это команде «Москва». Он забил со штрафного удара. И тогда он играл Егор Титов, Тихонов с ним в одной. То есть его кумира с детства с ним в одной команде. И когда нужно было бить штрафной, подошел Егор Титов и говорит, пойдешь бить? Он говорит, пойду. Забьешь – забью. Забивает, представляете? Да, и забивает этот гол. Вот этот гол, у меня аж уже мурашки по голове пришли. Я этот гол вообще никогда не забуду. Хотя еще раз отметим, действительно, что все-таки он защитник, и забивать голы, по сути, не его профессиональная обязанность. Еще был такой в команде Максим Калиниченко, и они с ним частенько оставались после тренировки и били именно штрафные. Потому что Максим Калиниченко – это просто профессионал по штрафным тоже. Слушайте, а чемпионаты, вот вы, наверное, вспоминаете, это тоже чемпионаты страны, тоже завязанные там игру в «Спартаке». Это же тоже, наверное, какая-то особенная такая история была. Конечно, это всегда волнение. То, что нельзя пообщаться, что тут сказать. У меня такой ритуал дома. Я ставлю свечку, зажигаю всегда, когда идет футбол, если я дома. А на футболе просто болею, кричу. А я бы хотела вернуться к Самаре, потому что, когда мы говорили про Самару, про крылья советов, кому-то могло показаться, что аренда для Шишкина была такой однозначной ссылкой. Но Рома рассказывала, что об одноклубниках, о тренере у него оставались всегда самые лучшие воспоминания. Ну, тренер – это Леонид Слуцкий, да, мы тоже уже сегодня к нему как-то апеллировали. Кто-то его знает исключительно как футбольного тренера, а вот Ирина Николаевна Шишкина смогла с ним познакомиться еще и как с партнером по танцам. Было дело такое, да. Это было на свадьбе Романа, рассказывайте. Да, на свадьбе Романа он был приглашен, как почетный гость, и мы с ним станцевали медленный танец один. Я ему очень благодарна, конечно, за то, что после такого тяжелого спартаковского периода, когда Рому отправляли в аренду, и вдруг он попадает в такую атмосферу, где ему доверяют, где его ставят, где обстановка в команде просто шикарно. Все дружили, они вместе на рыбалке на какие-то ходили. То есть и тренер такой относился, он был другом, понимаете, он был другом им. Какой медали, по вашему мнению, не хватает у Романа? Чемпиона России. Мечтали все равно об этом, да? Да, конечно. С трофеями не очень, но нормально. Главное, без травм. И главное, что играет и сейчас. Да, и главное, что сейчас он играет, занимается любимым делом, ему это все нравится с удовольствием. В дружном коллективе. В дружном коллективе. Спасибо вам огромное, Ирина Николаевна. Очень приятно было познакомиться, ну и пройти благодаря вам через такие интересные страницы футбольной истории. Это была программа «Мама знает все». Провели ее Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Прощаемся на неделю. А этот выпуск и все другие доступны на всех подкаст-платформах и на сайте авторадио.ру. Всего доброго. Мама знает все. Субтитры создавал DimaTorzok